Друзья, сегодня третий фильм урожая 2023 года. Самые последние сливы. Еще можно есть, но уже, наверное, нельзя. Но это сливы специально были передержаны для того, чтобы у них были стопроцентная схожесть косточек. Посмотрели. Передержал персики. Казалось бы, их можно было все съесть. Но какая-то странная, очень странная моя особенность. Вот. Съесть можно. Вот, допустим, он еще был зеленый, да? Они вообще такого цвета. Почему? Это последние. Это знаете, где они были? Они были в месте недоступном для солнца. У них есть кислинка. Ну, чем они плохи? Чем они плохи? Да ничем. Просто уже, чтобы точно вызрели, я их в прямом смысле гною. Просто гною. Вот. Зато косточки мои вне конкуренции. Это самые моростойки в мире. Персики. Это самые моростойки в мире. Сливы. Она у нее название Таюжная. Персиковая Мичурина. Вот так вот. А на самом деле, видите, Сибирь. Вот. Ну, пусть последние годы до сорока не доходит. Тридцать восемь, тридцать девять, тридцать пять. Вот. Ну, все равно по науке считается, что все это вам снится. Это ничего не может быть. Ну, разве кто, кроме Аленушки. Название красивое, да? Посмотрите, какая прелесть. Аленушка. Надо вам показать на фоне чего, чтобы было виднее. Аленушки, да? Да, полукультурка. Но она по многим качествам не уступает. Даже, ну, по моростойкости превосходит. Даже вот эту, вот эту роскошь. Смотрим. Голден Дейлиса с Железова. Вот. Посмотрели. Апорт Алматинский, Чернобаева. Леонида, нашего художника-волшебника. Вот. Розмарин, мировой лидер. Почему-то прилипло к нему, что это отечественный шорт. Поверьте мне, 90% генов здесь, или хотя бы, если по закону Менделя, хотя бы 20, нет, 25%. А нет, скорее всего. Не-не, 75% это какого-то южного сорта. Вот, ну, Жигулевские. Вот они, видите. Вот, они самые последние из тех, которые упали. Я брал земли. А остальные висят на ветке, еще не думаю. Сегодня было 0, минус 1. А потеплело почти лето. Почти лето. Видите? Листья еще зеленые. Это даже еще на выследы не похоже. Вот, чуть-чуть желтеть начинает что-то. Да, вот там, на дальнем фоне, дикоросы вообще желтеют. А ведь это же культурное растение, не с юга. Поэтому они зеленые. Это и бич. Им нужно время вызреть. Не вызреть, погибнет. Но, все, что вы видите, вот это вот, все, что вы видите, это уже прошло адаптацию. Здесь новичков практически нет. Ну и, наконец, чем еще под конец сказать. Вот это вот ряд, это груши. И я нашел последние уссурийские груши. Вот они, дикие, да? За ними идет полукультурный. Это я его так называю. Он считается культурным. Но какой он культурный, если у него один из родителей. Вот это же уссурийская дикая груша. А второй из родителей, они, кстати, бывают гораздо крупнее. Вот. На молодом дереве. Сварог, сварог. А вот это вот чудо. Это тоже интересно. Видите, как я специально вот этот ряд выстроил. То есть, то есть, значит, дикая, полукультурная, раз у нее один из родителей дикого шея, который родит какой-то французский сорт. Вот дальше, смотрите, космическое чудо, груша, вкуснючая. Здесь не все сорта, а то, что вот именно на дереве оставалось, да? Вот. Память Яковлево куснючая. Тоже. Так. А вот эти две, вот эти две, это есть гигант Подмосковья. Мне кажется, что гигант Подмосковья, он тоже южный сорт, хоть и считается, что он отечественный. Но это, скорее всего, догадка, что он отечественный. У него гены наверняка южного сорта. И выстроилась вот такая вот цепочка. Вот. И я не был бы железа, я себе бы не сказал. И существует официальная версия. Она во всех учебниках. Вот. Она считается истинной последней инстанцией. Что? Я специально вот так вот выстроил. Сейчас поймите. Начнем с персиков. Видите, какой он мелкий. Тысячи поколений. И к нам попал хасанский персик с Дальнего Востока. Вот. Сейчас я его укропняю. Друзья мои укропняют. Возвращают куда-то на качество. Сотни, тысячи поколений с косточки. И вот он стал таким. Разве это роскошь? Нет, конечно. Вот. А следующий пример. Ну, сливы пропускаю, потому что у меня тут нет рядом. Они зона отошли. Мелкие сливы. Китайские сливы. Средние. А вот на примере яблок. Вот. Полукультурка. Почти ранетка. И роскошные яблоки. Специально. Регулевская считается. Это их король сада. Розмарин. Вот. Апорт-Валматинский. Голден. Ну, я уже боюсь его называть. Голден Дейлишерс. Потому что специалисты, кто приезжал, не признали в нем. А я виноват, что на бирке было написано. Голден Дейлишерс. Так вот. Градация якобы отсюда. Люди брали полусладкие, полудикие плоды. Переносили в сад. Получали чего-то. Выбирали опять самое вкусное. И они вот из таких становились вот такими. Да? Потом вот такими. А потом уже вот такими-такими. Все это сказки. Абсолютно сказки. Человек ни при чем. Если вы возьмете есть, существует теория вероятность. Если возьмете это серьезный разговор в данном случае о бестоках. вот такой вот яблоко. Да? Возьмете семечек. С него вырастите. Оказывается, чтобы получить новый сорт надо несколько тысяч семян превратить в плодоносящие деревья. Большинство просто вот таких станет вот такими. Да, с них потом может вырастить снова вот такой. Но вероятность здесь что будет вот такой допустим девяносто процентов. Ну, по мендолю ладно семьдесят пять. Первое приближение. А что такое допустим двадцать пять процентов. Значит еще поколение таких больше, таких меньше. Понял о чем я? Таких больше, таких меньше. А возьмем грушу. Вот она абсолютно несъедобная. Люди своими руками скрестили ее с роскошным французским сортом. Получилось полусъедобное. Ну, кушать можно, но, конечно, это вам не это. Не сильно уже сладкое. А потом пошли чисто сладкие. такие. И оказывается, что человек вот из этой вот дикой превратил в такое. Нет. И существует еще две версии. Обе антинаучные. Вот. Обе я придумал. Вот. Но я исключаю влияние человека, влияние, который в садах все это превращал вот в таких. Такие. А из таких в такие. И вот в такие. Я это отрицаю. Итак. Еще две версии. Я сейчас сяду, потому что у меня в ногах правда нет. Где бы мне сесть? Может, на солнышке. Вот так вот. Ой. Вот так. Ага. Что я имею в виду? Версия за номером два. Так. Ну, вы поняли. Версия за номером раз. Это влияние искусственная селекция человеком исключаю, потому что теория вероятности не позволяет, а я, извините, лучший ученик и прочее, прочее. Дальше. Вот. версия номер два. За номером два. Это то, что птицы, звери, вот, питались с этими же плодами. Всегда, когда плоды созревали, как я убедился на примере в Саиногорске, у нас полно то ли это дича шаронетки, то ли оккультуренные сибирки, но у нас растут целые улицы. И вот я до этой улицы, на одной из них, возле небольшая лейка, возле администрации, я видел, что, как в этот год, что меня удивляло, плодики провисели до марта месяца. И никто их не тронул. Не мороз, но морозы были, были, но они оставались висеть на дереве в большинстве своем. И только крайнее дерево имело плоды, большинство плодов было размер, как ногти средние, площадь среднего ногтя, а крайнее дерево имело довольно крупные, уже по сиронетке, то есть, как два площадь двух ногтей на большом пальце. То есть, примерно по весу раза в три отличались в сторону весовой категории больше. Тогда, до марта это все висело, а я же там часто ходил и удивлялся, что же они не падают. В марте месяце было раздоблено птицами, потому что лежало сплошь в коверной земле, раздолблено именно дерево с крупными ранетками. Ну, я все оговорился, ну, пусть будут дикие ранетки, а дича же ранетки. Раздолблены, остальные были нетронуты. Вот, то есть, чем, естественно, было крупнее плод, тем больше было отчего глюкозы. То есть, оно было для птиц более съедобно. Я это наблюдение переношу в прошлое, на миллионы лет и говорю, если надо было кушать что-то из фруктов, то птицы и звери делали так. Они выбирали наиболее съедобную с точки зрения концентрации глюкозы. Ну, наверное, не только глюкозы, но и в массе самой массы плода. Вот, это все-таки органика живая и поедали ее в первую очередь более крупные, более, проще говоря, более сладкие плоды. И тогда происходило следующее. Разносились по кругу именно семена более крупных плодов и птицы и звери может быть копытные, некопытные, а на все я называю так. Они их перенеся, пропустив через желудок, они их как бы садили по окрестностям, везде, где удавалось подцепиться в землю, семена прорастали от самых самых. И таким образом селекция произошла благодаря этому, что первые семена плоды наиболее ценные, наиболее полезные для зверей, для птиц, получали преимущество. Это и была природная селекция. Не искусственно человекам, которые якобы отсюда вот этот ряд вырастил. Нет. Вот. Именно от животных и от самой природы и селекция была естественная. третий вариант, так как я смотрю, что теория вероятности даже это еще не позволяет до конца, второй вариант, до конца, до какого-то момента они прорастали, получали все более ценные плоды, но почему-то у них семена должны были опять в большей части оказываться менее ценными, менее культурными, то есть круг замыкался. Откуда тогда взялась сама вот эта роскошь? Вот это вот, вот это вот, еще раз, на руке выглядит вот так, вот это вот, вот это роскошь. Итак, третий вариант, панспермия, инопланетное происхождение. Так, надеюсь, вы у виска не крутите, почему не допустить, что они попадали. Семена они сильно выдерживают этой сайте температуры и лед выдерживает. Мне надо вспомнить, мой самый любимый пример, не самый яркий, лягушка заморозит, разморозит, заквакала и побежала. Вот, а уж семена переносят этой сайте температуры довольно спокойно, значит, панспермия, вот, путешествия между звездами, между планетами, вот, с помощью ледяных глыб, с помощью астероидов, вполне нормальное явление. Вот, вот эти три варианта, причем официально я полностью отрицаю, теорианта все не позволяют. Из такого мы, первый вариант, из такого мы скорее получим вот это, вот это, чем из этого вот это, и из такого, из такого мы скорее получим вот это, чем вот этого, вот это, вот, эти я считаю. Есть еще четвертое, которое совпадает с третьей, панспермия, перенос других планет, или божественное происхождение, это близко к третьему варианту, я тоже не исключаю. Почему? Когда я смотрю, как устроена ДНК, это чудо и чудес, молекул ДНК, вот, я понимаю так, что вот таким простым путем, слипанием молекул, и вот, это не могло быть, я смотрю на сотни и сотни разрезов почвы, поперечных, я вижу, что, когда проходили стадии на развитие земли, и последнее развитие земли, это всего лишь шесть, десять, тысячи лет нарастал гумус, а ниже, то, что называется, скальная порода, превращенная в глину, а значит, жизни там не было, а то, что было до того, до ледникового периода, все это, если было, было уничтожено, и тогда получалось, что земля появилась, животное, растение, а мы с вами любители вот этого вот красоты, все это появлялось практически внезапно, что повышает шансы на третью теорию панспермию и четвертую божественное происхождение, выбирайте между третьей и четвертой, благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо.